И снова здравствуйте! The Brash 2019 захотелось мне сделать мяч американского футбола для будущего такого персонажа. Будет прикольный, надеюсь. Разберём потом в последующих видео, как сделать шлемы, там ещё шмотки и так далее. Именно по американскому футболу пройдёмся. Давайте. Погнали. Открываем тулы. Находим сферу. Мяч будет вытянутый. Вытягиваем сферу левой кнопкой мыши. Теперь Make Poly Mesh. И вот тут теперь будет интересная штукенция. Shift левой кнопкой мыши выравниваем, если сбился примитив. Смотрим флур. Вот он он. Нажимаем английскую X и, как обычно, проверяем симметрию. Будем работать именно вот так вот. Вот таким вот образом. Сначала нужно что? Открываем MOF. И вот так всё это дело вытянем. Вот до таких размеров. Но мяч, он по-другому выглядит. В принципе, уже есть его внешний вид. Теперь что можно сделать? Так. Вариант будет такой. Открываем transform. Открываем активация симметрии. Радиалы. Включаем радиалов побольше. Не жалеем. И по Y попробуем. Вот. У нас поставлена уже симметрия. Многочисленная, так сказать. И можно прибавить draft size. Вот так ещё даже больше. И немножко вот так вот надуть середину. Ctrl Z. Используем MOF Topology. Кисточку. Поставим интенсивность чуть поменьше. RGB, у кого включено, можно отключить. И вот так вот. Немножко его надуем посередине. Вот так вот. Теперь можно вытянуть чуть-чуть. Вот таким вот образом. Немножко сплюснуть. И в принципе получается неплохая форма. Следом заходим в геометрии. Проверим, как у нас получится. MOF Topology. Mirror and Well. Вот такая штукенция. По всем осям поставим. Да. Ну вот уже неплохо. Смотрим сетку. Делаем всему этому. Так. Dynamesh. В геометрии. И делаем Polish. Dynamesh. Вот так сетка исправилась. Теперь всё это дело. Shift. Левая кнопка мыши. Можно немножко вот так вот выгладить. Вот так. И кое-где, если нужно, чуть-чуть подкорректировать. Вот такая заготовка получилась. Также можно в деформации всё это дело сделать. Relax. Посмотреть, что да как. Всё нормально. И прибавим теперь Ctrl-D дивайдов. Так. Теперь. Ctrl. Левая кнопка мыши. И делаем тонкую вот такую маску. Найтончайшую. Так. Это. Сильно, наверное, Ctrl-Z. Ещё немножко потонше. Вот так. Во. Есть такое дело. И переворачиваем на другой бок. И повторяем деление. Вот так вот. Так. Мяч поделен. Теперь середину нужно немножко выбрать. Делаем Ctrl на свободной, так сказать, на свободном месте экрана. И пробел нажимаем. Переносим на центр. Немножко вот так вот уменьшаем его. Вот таким вот образом. Вот так. И нажимаем Ctrl-Alt. С этой стороны пусть тоже пока повисит. Потом подредактируем. Так. Смотрим, где опять же у нас X. Вот он. Лицевая, чтобы была сторона. И теперь делаем Ctrl-I. пальцем, чтобы видеть, приближаем, приближаем поближе к себе. И теперь поработаем с деформацией Inflaten. Его немножко уменьшим. Вот так где-то. Вот такая штука деления получилась. Теперь жмём Ctrl-Z. И делаем Ctrl-I. Для чего это надо? Нам нужно сделать вот здесь пупырышки. А пупырышки мы будем делать стандартной кистью. Так. Stroke Drag Rect. И альфа. Поставим, наверное, альфа номер 8. Так. Смотрим, что да как это слишком сильно. Уменьшаем интенсивность. И вот так вот потихоньку наносим. Можно интенсивность прибавлять, уменьшать и делать пупырышки разных размеров. Это вы уже посмотрите, как у вас будет смотреться. А для чего замаскировано? Чтобы вот маскировать края. И именно вот этот паз не поддавался именно вот этим пупырчатым воздуванием. О! Какое импортное слово теперь будет. Воздувание. Так. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну и повторяем это с другой стороны уже более посмелее. Потому что на остальных частях всё это уже мы делали. Уже принцип понятен, как он ведёт себя. Так вот всё это делаем. Повторяем. 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 на всякий случай отключаем так даже не отключаем их симметрию отключаем drag rect и отключаем альфу так теперь опять же вытягиваем маску ставим ее где-то вот так вот вот таким вот образом сзади делаем control alt убираем ее и получается вот такая наметка у нас теперь по этой наметке нужно провести еще одну полосу вытягиваем control левая только мыши маскирование и вот так стараемся сделать ее можно здесь вот на этом промежутке сделать пошире но не залазить на те полосы где-то вот таким вот интересным образом так он вот так вот и жмем всему этому control alt вот так вот полосы получились чуть чуть не симметричны нет не беда мы потом все это дело выравним делаем control и вот так вот и с помощью мов и гизму все это дело вот так аж поднимаем вот таким вот образом и можно назначить всему этому делу control w полигруппу чтобы выглядело все именно разбито вот так вот теперь можно сделать control shift нажать на полигруппу вот эту деталь сделать дров сайс побольше шифтом вот так немножко все это дело выгладить control shift возвращает все назад видимость вот теперь нужно сделать вот здесь вот на вот этой середине именно полосы делаем вот еще что открываем sub tool и находим так append находим цилиндр переключаем цилиндр включаем sub tool видимость теперь заходим и о метре делаем всему этому дай на мэс можно даже полюс еще сделать чтобы он глаза был и следом делаем сайс уменьшаем с помощью мов и гизма перетаскиваем наверх чтобы увидеть и опять же уменьшаем так по игреку вытягиваем и опять уменьшаем нам нужно именно нужны дырки мяча шнуровку переворачиваем вот так вот мяч помощью гизму перетаскиваем все это дело и вот так вот за белый круг все это дело нажимаем и вот так вот будем теперь устанавливать так большеватые значит до середину можно потянуть вот так вот немножко еще уменьшить вот таким вот образом смотрим чтобы все было именно нормально да вроде размер пойдет и и теперь повторяем вот так вот эту поворачиваем немножко углубляем вот так вот смотрим теперь чтобы она близко не было к этим полосам и вот так вот control и вытягиваем ставим вот здесь вот так эту ставим вот так в принципе так control z control z control z пусть повисит пока цилиндр давайте его пока отключим зайдем теперь в тулы и откроем наверное так откроем куб открываем куб и поработаем немножко с ним пикс проверяем симметрию заходим в геометрия так делаем мы поле мэш заходим в геометрия делаем ему по лишь дай на мэш и заходим сайс немножко поработаем с ним так вот так вот вытягиваем вот так вот чуть-чуть его сплю с ним и немножко вот так его вот так вот уменьшим так следом следом смотрим что да как делаем всему этому в браш крит insert mesh жмем новое и смотрим теперь как это все будет работать на нашем мече граф сайт поменьше и попробуем строк включить курс курс мод и провести вот так вот приблизительно так маловато вот полосы ложатся вот таким вот образом это нехорошо значит надо вернуться на кисть вот так вот и с помощью мов вот так и перевернуть вот таким вот образом и и сделать в кистях опять крис insert mesh новая и вернуться опять же на мяч здесь нажимаем ctrl z уберем все это дело и включим именно вот эту insert mesh вторую сделанную кисточку заходим опять же в строк курс мод и смотрим и смотрим как она у нас будет рисовать так это многовато размер посмотрим так вроде пойдет и теперь строк делаем побольше шаг всему этому делом control z control z и проверяем опять же и проверяем опять же шаг поближе можно так протянуть поставить и вот так вот стараемся по ровне у меня это плохо получается так так вот таким вот образом чё тут control z очень много их теперь делаем так шаг вроде пойдет прибавляем draft size и немножко вот так вот как по полосе очень плохо рисуется control z давайте развернем в эту сторону и нарисуем теперь где нету этих полосок вот так вот следом draft size делаем чуть-чуть поменьше и еще поменьше так очень много шнуровки надо шаг прибавить теперь возвращаемся на несколько шагов назад и теперь делаем строк чуть-чуть прибавляем шаг ну вот теперь что-то еще немножко уменьшаем draft size и жмем на кругу чтобы было так три шесть семь восемь все правильно восемь полосок вот этих все классно все хорошо теперь что нужно сделать нажать на модель снять курву и пожалуй все это дело так control w так control z жмем control i жмем control w чтобы вот эти все так полоски они стали одной полигруппой вот так вот вот такая штука получается и теперь нажмем split group split окей вот они наши полоски а вот это вот у нас получается полосы отделились давайте мы их соединим с мячом назад так переключаемся на мяч и жмем merge merge down окей все саптула объединены а те которые нам нужны уже будут вот они вот так вот переключаемся на стандартную писть переключаемся опять же на мяч вот так вот и вот ушла я назад слишком сильно вернулся на шагах так что давайте опять повторим вот такое дело делаю мяч вот этот первый раз здесь делаем чуть чуть побольше вот так вот вытягиваем и делаем маску вот так с этой стороны control alt снимаем маску жмем еще вот здесь вот делаем полосу вот так вот жмем так делаем ее потонше вот так вот и жмем control alt теперь делаем control и вытягиваем немного моф гизму вот эту шнуровку чуть-чуть и назначаем ей control w полигруппу так теперь нужно поработать немножко с полосами вот с этими берем моф топологи граф сайз можно сделать побольше и вот так теперь постараться аккуратненько все это дело примять так чтобы примять control z и не мается давайте все это дело замаскируем середину так control z опять же control и вот по этой полосе вот так замаскируем наши полоски и вот теперь можно даже вот так вот поставить на ротацию немножко вот так вот вытянуть так control z так простой мяч но со шнуровкой очень много так замаскируем еще вот эту часть и одну часть будем вот так вот уже ротации перекручивать не получается не хотелось бы конечно испортить но так ладно попробуем теперь каждую полоску получается выбираем ось допустим вот смотрим где флур снизу значит чтобы отзеркалить нужно делать одну сторону будем делать вот эту так флур отключаем вот так вот все это дело маскируем и будем работать с каждой граф сайс можно поменьше сделать так так теперь ротация и погнали опускаем вот так теперь маскируем ее всю а вот теперь можно вот этот вот эту часть вот эту часть control alt и повторяем опять же ротацию опять же повторяем маскирование опять же выделяем один вот этот control alt и опять же его опускаем потом уже мофта положим можно это все дело завертеть в описании под этим так не это 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 не это это что это это и это это Так, а здесь можно, наверное, уже попробовать два, Ctrl Alt. И можно MOV теперь поработать вот так. Так, снимаем теперь маску, вот такая штука получилась, и вот теперь ставим MOV Topology Draft Size побольше и пробуем всё это дело аккуратненько приподнять, вот так вот. Сейчас серединку повздутий. Так, ну и давайте шнуровки сделаем зеркалку в геометре. Modify Topology Mirror N12. Так, Ctrl Z. По X, Mirror N12. Вот так вот. Прикольная шнуровка. И немножко, наверное, в деформации попробуем инфлаты добавить. Во! Вообще шнуровка классная, прикольная. Ну и немножко добавить, наверное, полиш. Вот так вот. Всё прикольно, всё классно. Ну и теперь нужны нам именно дырки пустоты. Вот они. У нас цилиндр. С этой стороны где не надо. Так что переводим его туда, куда надо. И вот теперь опять же немножко вот таких вот манипуляций, установки. Вот так немножко на кося можно устанавливать, но именно нужно, чтобы совпало вот с этой вот полоской. И немножко поглубже его опускаем. Alt. Левая кнопка мыши перетягиваем. Вот так вот. Немножко подгоняем и продолжаем опять же Alt. Вот так и немножко глубже садим. Чуть-чуть можно выкручивать, подгонять именно по мячу. Смотрим, они на одном уровне должны по-любому быть, потому что работаем Gizmo. Вот так вот. Можно включить прозрачность, ой-ой-ой, как глубоко. Всё это дело тогда можно не нервничать. Опять же Ctrl-Z, Ctrl-Z и опять же Alt переносим. И немножко выкручиваем и немножко вот так подгоняем. И опять же Alt. И опять же Alt. Ну и снова Alt. Так, смотрим что тут да как. Вот так всё установилось. Ставим прозрачность. Такая глубина нам не нужна. Так что можно сделать вот так вот. Уменьшаем левая кнопка, правая кнопка мыши Alt. И ставим Ctrl-Shift, ставим Stream Curve обрезку. И можно вот так всё это обрезать. Ctrl-Shift удерживаем и жмём Alt. И жмём Alt. И опять Alt. И опять Alt. Теперь делаем Ctrl-W. И делаем вот этой модель этих Dynamesh Geometry. Dynamesh. Главное чтоб не срослись они. Всё нормально. Всё классно. Теперь заходим в Subtool. Нажимаем вот здесь вот значок вычитания. Ставим на мяч и включаем Merch Down. Объединяем эти модели и снимаем маску. Ждём энное количество времени. Сейчас должны появиться у нас дырки. Вот они появились. Всё классно. Вот так вот переключаемся на шнуровку и немножко нужно будет их туда вот повтягивать. Вот так вот. Опять же выравниваем. Где-то можно немножко их сплюснуть. Потому что выходят они именно из отверстий. Вот так вот. Вот. Но отверстия вот эти немножко должны быть видны. Оставаться. Шнуровку можно глубже опускать. Не бойтесь. Натягивайте. Потом всё это дело подравняется. Всё будет хорошо. Так. Вот так опускаем всё это поглубже. Вот так. И немножко делаем потоньше. Где-то если не сила, сажаем. И вот так вот. Это дольше, конечно, чем баскетбольный мяч. Ну, посмотрим, какой будет результат. Так. И вот так всё это дело немножко по примитивному, конечно. Вот так всё это дело подравниваем, выравниваем, усаживаем. Вот так вот. Вот. Ну и последняя шнуровка. Вот так. И немножко уплотняем, корректируем. Вот так вот. Жмём фрейм, чтобы откатиться. И немножко вот так уже докорректируем тут. Кому как, где как видится, где как смотрится. Вот таким вот образом. Шифтом. Теперь можно всё это дело немножко выладить. Шифтом. Чтобы вот здесь вот стало более симпатичным. Не забываем, чтобы какие-то детали слишком глубоко не погружались. Чтобы шнуровка виделась. Вот так вот. Так. Это дело вот сюда. Это вот так. Так. Всё потом объединим. Будет прикольно. Ну и шнуровки надо опять сделать что? Нужно сделать зеркалку геометри. Modify Topology. По иксу. Mirror and well. Вот так вот. И теперь мячу надо сделать зеркалку. Делаем. Делаем. Геометри. Делаем. Так. Mirror and well. Вот так вот. И теперь нужно опять же поработать со шнуровкой. Косяка я упорол. Вот так где-то подправить. Вверх хорошо смотрится. А вот здесь вот низ ушло. Возможно было чуть-чуть деформировано. И шнуровку можно вот так вот передвигать. Так. Иксиметрия. И вот так можно уже углубить. Сильно глубоко не сажайте. И края вот эти вот где излом идет. Немножко оставляйте. Чтобы грань была между вот этой шнуровкой нижней. И вот такая штука получается. Так. Ну что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять косяк с моей стороны. На мяч переключаемся. Жмем Ctrl-Z. Геометрия. Только по X зеркалим. Вот так вот. Вот теперь опять шнуровку поправлять. Косякова. Косякова упорол опять. Все правильно было. Просто у меня стояло. Так. И по всем осям. Вот эта штука. Зеркалка стояла по всем осям. Вот так. И кий. , 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 . все шнуровка готова вроде мяч прикольный так ну что теперь давайте его раскрасим а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...